Всем большой привет подписчикам, пришедшим на мой канал, интересующихся теплотехникой. Я сейчас хотел показать так называемые сорбенты, вещества, которые способны впитывать большое количество влаги и использование этих сорбентов в виде аккумуляторов низкопотенциальной теплоты. Это вещества, которые имеют очень большую развитую поверхность и способны поглощать влагу и периодически ее терять в результате высушивания. На этом переходе поглощения и выделения они выделяют много-много тепла. Я вам сейчас продемонстрирую 4 образца сорбентов и подъем температуры в момент их пропитывания водой, влагой. Температура воды у нас 24 градуса температура воды. Мы в каждую из банок добавляем воду. Добавили воды и смотрим температуры, которые у нас получается в результате. В первую мы добавили циолит синтетический. Видите подъем температуры 51, 50, 52. Это циолит натрий X. Это с 24. Второй природный сорбент, это природный клиноптилит. У него подъем 27 градусов с 24, 3 градуса. Силикагель тоже. Температура подъема, значит, 27 градусов с 24. И пропитанный у нас вот 56, 57, 60 градусов. Это так называемый селективный сорбент воды. Он получается в результате пропитывания силикагеля хлористым кальцием. За счет этого получается увеличение его сорбционной емкости в три раза и, соответственно, выделение теплоты. Видите, да? Самый рекордсмен по выделению у нас 58 даже достигает. Ну, циолит синтетический тоже примерно такие же температуры, такие же температуры, чуть пониже. Но у него количество тепла и количество воды меньше в три раза, чем у вот этого селективного сорбента. То есть, его можно использовать в качестве аккумулятора низкопотенциальной теплоты. То есть, летом высушивать. Его можно высушивать при температурах меньше 100 градусов. То есть, обычно солнечный коллектор способен высушить. И потом, в течение зимы, прогоняя в воздух влажный, мы получаем отопление, которое у нас халявное, так сказать. Один килограмм этого сорбента способен выделить до 2 мегаджоля теплоты. Это очень много и соизмеримо с дровами. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.